Итак, дорогие друзья, начинаем традиционный уже, традиционный урок Торы. Урок Торы по утрам в 10 утра. Начинаем. Собирается аудитория. Так, народ собирается. Собирается или не собирается? Так, время сейчас 9.58. Ждем еще до начала 2 минуты. Мы собираемся. Яков Шатанин, привет, из Иерусалима нам передает. Виктор Комиссарук, наши постоянные участники урока. Да, Баруха Шем, у нас серьезная компания. Яков, вот с Виктором советуюся во всем. Он умеет по сайтам. Вообще нам нужно делать распространение Тору. То есть Бог, он, зачем он вообще дал Тору, да? Чтобы мы ее распространяли. Вот есть Сидур? Сидур, есть? Там есть такая благословение в Псукейде-Земра. Оду ляшим. Вот. Керу вешмо. Одию аами молилу тав. Значит, написано так в Шахарите, да? Первое, то, что мы когда начинаем Псукейде-Земра, это когда хасиды начинают, они начинают с Оду. Оду ляшим. Прославляйте Бога. Благодарите. Ода это и благословляйте. Леодот. Это больше благодарите. Благодарите. Бога Керу вешмо. Взывайте, называйте все его именем. То есть очень важно всегда говорить слава Богу, Баруха Шем, с Божьей помощью и так далее. То есть нужно все время упоминать Бога, как про Иосифа говорится, что было у него всегда, Бог всегда был у него на устах. И, значит, благодарите Бога, взывайте его именем. Одию баамим алей лотав. Сообщайте всем народам. Баамим алей лотав. Все его алей лотав. Это то, что он делал. Он делал разные такие вещи. Ну, самая его была явная вещь, это как море раступилось в Едипет и так далее. Но мир сделать тоже не... Да, Ширу Ло, пойте ему. Зам Ру Ло, пойте тоже ему. И Шира эта песня, и Змирот эта песня. Я не знаю разницу между Шира и Змира, но есть она точно. Но нужно и так петь, и так, наверное. Нужно петь и громко, и тихо, и роком, и джазом. Воспевать ему нужно. Сиху бы коль не флотав. Рассказывайте о всех его чудесах. О всех его чудесах рассказывайте. Я сейчас, например, прочитал две книги. А дальше, вот третий посол, последний. Ит аллилю бешем качо. Вот тут уже прославляйте его именем святым. Исмах лев ми вакше ашем. И будет радоваться сердце ищущих Бога. То есть те, кто ищут Бога, сердце их будет радоваться. И вот сейчас я прочитал две книги. О там миллиардеры рассказывают свою историю. Каждый говорит, вот если честно, ну я, конечно, много делал. Я, конечно, там старался. Но это была настолько цепочка счастливых совпадений, что, ну вот, ну, просто я могу сказать, ну вот оба. Это и Найка, создатели, все. То есть просто повезло. Ну, как бы они готовили. Они готовили, старались, работали и так далее. То есть результат валился с неба. Ну, то есть и он мог не свалиться. Он именно вот бах и приходил. Но они готовились. Понятно. Значит, мы продолжаем изучать Мишли. Мы сейчас на второй главе притчи. Вторая глава притчи. Я очень прошу, вот кто у нас из Ваикры. У нас есть вторая глава уже полностью на портале Ваикра. Есть полностью перевод всей главы с переводом комментариев Малбима, коротенькие комментарии. То есть есть урок, когда мы изучаем, а есть просто перевод, что потом можно было повторить, подумать, кому-то тоже рассказать, поделиться и так далее. Так что давайте на каждый урок будем цеплять этот перевод, ссылочку. Значит, еще раз, мы сейчас находимся, вторая глава, 18-й отрывок. В 17-м, в 16-м отрывке говорилось о плохой женщине. Но имеется в виду не плохая женщина, а имеется в виду чуждое мировоззрение. То есть женщина, это как есть ини-яни. Ну вот у китайцев, да? Они говорят, есть мужское начало, женское начало. У каждого человека в голове сидит несколько как голосов. Женщина. И ецерара, скорее всего, это женщина. Да, злое начало, это женщина. Ну, в женском роде она идет, да? Вообще зло это в женском роде. Зло это женский род. Добро это мужское. Но это непонятно, с родами на каждом месте по-разному. Значит, смотрите. Но здесь точно имеется в виду чуждое мировоззрение. И он аллегорично, это Мишли, это притчи, в аллегоричной форме рассказывает, что как плохая женщина, которая... Что значит плохая женщина? Она неверная мужу. Она, раз она мужу неверная, понятно, что она уже всем неверная. Потому что как она может быть кому-то верная второму, если она первому неверная. Ну и так далее. То есть это все уже понятно, куда все ведет. И он сравнивает вот это вот чуждое мировоззрение. Есть понятное мировоззрение. Бог создал мир. Тут все понятно. А есть, а может не Бог, а кто? Инопланетяне. Ну давай подумаем. О, инопланетяне, прикольно. И вот они прилетели, прилетелись. Потом кто-то умный спрашивает, а инопланетян кто создал? Не, ну тут я не знаю, инопланетян. Тут мы их не видели никогда. Как мы можем думать, кто их создал? Мы их не видели. Давай лучше начнем с того, что есть инопланетяне, а потом... А зачем начинаешь, что есть инопланетяне? Ну, остается все равно вопрос, кто их создал. Ну и так далее. В общем, эта женщина плохая, это чуждое мировоззрение. Что она делает с мышлением человека? Тишаха эль мавет бейта. Значит, она к смерти ведет человека, тянет его к смерти. Ее дом как бы тянет человека к смерти. В.Л. Рефаим Маглатея. И написано, что ее курс ведет... Вот я не знаю, что такое В.Л. Рефаим. Нет, у меня сейчас перевода в телефоне. Истези ее к мертвецам. Ее пути ведут к мертвецам. Значит, смотрите, здесь еще раз надо понять разницу, кто такой живой, кто такой мертвый. То есть, что такое живой, что такое мертвый. Например, человек, который лежит в состоянии комы, и он, мозг его умер, но тело живет. Он живой или мертвый? То есть, если мы посмотрим на его тело, то оно живое. Если мы посмотрим на то, что мы называем он, он, кто такой он, кто такой я? Спросите себя сейчас, кто такой я? И у вас сразу придет, я это там, имя, фамилия, я это, я это, вот-вот я, я же тот, кто осознает, я тот, кто хочет, тот, кто помнит, тот, кто любит, тот, кто думает и так далее. То есть, я это некий набор мыслей. И дальше, если человек, то есть, мы разбираем ситуацию, да? Когда тело живое, мыслей нету. Я живое? Я не живое, явно. Значит, я живое, это когда человек осознает себя. Теперь двигаем дальше. Человек осознает себя, но он хочет умереть, и он хочет убить себя. Он хочет через пять минут уже, там, вот он приготовил петлю, топор, там, яд, все. Вот этот я, который, он пока вроде бы живой, но он живой, он уже не живой, он уже в своих мыслях, он находится там. То есть, он уже готов исчезнуть. Теперь, человек, который живет мировоззрением Торы, он прикрепляется к одной главной идее. То есть, это идея вечной жизни, идея вечного Бога, идея своего соединения, я соединяюсь с этим вечным Богом. То есть, и в этом главная идея, вот, религиозного мировоззрения, не там соблюдение, не соблюдение, а вот это вот вера в то, что после смерти я буду жить. Это главная, как бы, фишка, вот, религиозного мировоззрения, иудаизма, что я не исчезну. Есть Олама Ба, это грядущий мир, есть рай, есть жизнь мне, какой-то мифической души, которая не имеет названия. Это я буду жить. То есть, я буду отвечать за свои поступки здесь. Я буду получать награду за моим митцвод, которые, заповеди, которые я делаю здесь. Я такой, как я, буду существовать. И я встречусь, как иудаизм рассказывает. Вот человек умирает, и он приходит туда, там он видит своих родственников. О, привет, мама, привет, папа, там, привет, дедушка, привет, бабушка. Здравствуйте. Они говорят, сыночек, сейчас там будем смотреть, как ты жил. И показывают человеку вот все его воспоминания, только идет все в разрезе. Не воспоминания хорошо, что, ну, там, приятно было, неприятно. Идет воспоминание в разрезе, или ты нарушал заповедь, или не нарушал. Или ты грешил, или ты не грешил. И говорят, что, вот, показывают всю жизнь человека, ему дико стыдно, если он, ну, нечем гордиться. Иногда ему приятно. Ну, в итоге, в итоге, там, мы сейчас не будем это изучать, но это, как бы, мировоззрение Торы, да, мировоззрение духовного человека иудаизма, то есть тот, кто верит в вечную жизнь себя. Теперь, а вот эта женщина, куда она ведет человека, чуждые мировоззрения. Коммунизм ведет человека, что ты, ну, ничего, ты умрешь, но дело Карла Маркса будет жить. Вот главная идея. В 2000 году нам обещали, что у всех будет там что-то, да? Ну, а со мной что? А что ты хочешь? Ты, ты этот самый, ну, как, строитель коммунизма, ты все умрешь, развита обезьяна, закопает. Ладно. Мировоззрение другое. Возьму мировоззрение там. Я верю, что что-то есть, но это, назовем это, вселенная. И я верю, что вселенная, она, она есть, она добрая. Я верю, что вселенная есть, но и что с этой верой? Ну, вселенная есть, а и что? Нет, так приятнее. Ну, а сейчас мы начнем размышлять о искусственном разуме. И пошла-поехала. Я разговаривал с человеком буквально вчера. Он, ну, один из самых сейчас в мире влиятельных людей. Они разрабатывают сейчас квантовый компьютер. То есть он на уровне там государственного, ну, то есть, совершенно человек, который в Давосе там был. Ну, то есть, такого мирового уровня, вот, про вот эти все вещи. Квантовая гонка вооружения, там, искусственный интеллект. То есть, ну, для него это, как бы, он этим живет, он этим занимается. Я ему говорю, послушайте, говорю, а что вы скажете про Бога вообще? Ну, вот, как бы, есть в вашей картине мира Бог? Он говорит, есть. Такой, ну, он ученый такой, знаешь, страшный, сильный. Он говорит, есть, я верю в Бога. Я верю, что, ну, там, Бог сотворил. И оно никак не отрицает, да? То есть, и он такой сразу просветлел, знаешь? Потому что, видимо, он тоже скрывает в своих, на этих кругах, что он верит в Бога. Но тут он прямо реально просветлел. Вот у него бах, так, типа, да, я верю. То есть, Бог сотворил, Бог всем управляет, все. Мы внутри тут что-то делаем, конечно, мы, ну, гоняем, эти компьютер, квантовый компьютер, все. Но все равно ситуация под контролем того, кто создал эту ситуацию. Мне очень было это интересно и приятно. Хорошо, но здесь говорится про женщину, которая идет против Бога и которая ведет то мировоззрение, которое ведет человека. Это мировоззрение, типа, картина мира, восприятие реальности без Бога. И оно ведет человека к смерти. То есть, оно изначально, это картина мира, в ней нет вечной жизни, в ней нет жизни, в ней нет Бога. Все. Теперь дальше, девятнадцатый отрывок. Коль ба эя ло я шувун. Все, кто к ней приходят, не вернутся. То есть, если ведет к смерти, то еще ты просто умрешь и будешь гнить, да? Да, да, да. Все, приходящие к ней, не вернутся. В элло я сигу архот хаим. Все, приходящие к ней, не вернутся. Куда не вернутся? К Богу. Значит, смотрите. Человек, который грешит, у него, он грешит. Он знает, есть Бог, есть Тора. Я согрешил, мне стыдно, прости меня, пожалуйста. Все, значит, ну не могу я там не есть креветок на данном этапе жизни. Ну не могу, ну помоги мне, чтобы я их разлюбил. Ну я там, такой человек, он с Богом, но он грешит. И написано, написано, вот мы говорим два раза в день, Шма-Исраэль. Шма-Исраэль в молитве, это как не молитва, это декларация. И там четко сказано, что возлюби Бога всем сердцем, всем душой, всеми силами твоими. Это главное. То есть, чтобы единство Бога. Слушай, Израиль, Бог всесильный, Бог наш. Бог один. Бог один. То есть, Он един. Это Бог, Он всесильный, все силы от Него. То есть, я это признаю, декларирую. Ну, то есть, это первое, это главное. Дальше идет. Барушем Кот Молхтолеу Рамвет. Благословенной славы во веки веков. Все. Теперь дальше идет. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем душой, всеми силами своими. Как я должен любить Бога. Всем сердцем. То есть, я его люблю. Теперь дальше. Дальше идет второй отрывок. И будет. Если вы будете соблюдать заповеди. Дальше идут, как бы, условия. Будете соблюдать заповеди. Будет все великолепно. Вообще, все будет великолепно. Не будете соблюдать заповеди. И дальше не написано, что будет плохо. Написано, не будете соблюдать заповеди. и будете служить другим богам, вот тогда вам капец. То есть, если вы просто не будете соблюдать заповеди, посмотрим, то есть, все зависит тогда от тебя. То есть, ты можешь быть классным математиком. Вот почему спрашивают, есть люди, которые не верят в Бога, у них вроде все хорошо. Они в Бога не верят, но они ни во что другое не верят. Они просто тупо живут правильной жизнью, то есть, они не верят, что именно Бог дал нравственные законы. Они не верят, что именно Бог сказал, что надо действовать правильно и объяснил, как действовать правильно. Они просто действуют правильно. Они не делают зла, они не делают никому гадости, они хорошо работают, они честные люди. То есть, они выполняют то, что надо выполнять. Единственное, что они не верят, что это дал Бог. Но они не верят ни во что другое. И у них в жизни более-менее все хорошо. Есть такие люди. Просто хорошие, правильные люди, которые особо не заморачиваются на тему, как. Но у них нет жизни все равно. Вечной жизни у них нет. Теперь, но самое страшное, это когда у человека появляется другое мировоззрение. Он не просто, что он не верит в Бога, он верит во что-то другое вместо Бога. И тогда он начинает поклоняться другим богам, коммунизму, там еще чему-то. И тогда ему капец. Тогда Бог говорит, все, это вам будет капец. И здесь об этом именно говорится, что тот, кто ушел к этому чуждому мировоззрению, он не вернется. То есть тот, кто верит в Бога и грешит, ему легко сделать шуву. Он все равно, Бог его в конце концов несколько раз стукнет, потому что тот, кого Бог любит, того он наказывает. И, значит, в этот момент человек, он пробудется и скажет, ой, Господи, прости, я грешил, прости меня, прости меня. Бог говорит, все, отлично, вот этого я и хотел. И все начинается опять хорошо. Но если он ушел к чужому мировоззрению, написано в девятнадцатом отрывке, не вернутся такие. То есть уже ты как бы веришь во что-то другого, ты не понимаешь, что происходит вообще. И они не могут уйти на пути жизни, потому что путь жизни, это все равно только в одном случае. Когда ты прикреплен к Богу, это называется путь жизни. Бог живой. То есть Бог это жизнь. Теперь дальше. Двадцатый отрывок. Двадцатый отрывок. Для того, чтобы шел ты по пути хороших. Вархот за детям тишмор. То есть, если ты идешь по пути, то вим. Значит, тут есть еще раз. Есть добро, есть зло. Что такое добро и что такое зло, установил Бог. Это его мир. То есть, тут тяжело додуматься, почему это добро, почему зло. Он установил правило. Еще первому человеку он сказал, это дерево познания добра и зла. Вот это дерево не трогай. Все. Все трогай. Весь мир твой. Ты не имеешь права менять местами добро и зло. Змей сказал человеку, именно от этого дерева поешь. То есть, ты сможешь тогда быть как Бог, устанавливающий добро и зло. Ты будешь тогда сам называть добро, это добро, это зло. То есть, ты превратишься как бы в равного Богу. Но ты не равный Богу по-любому, потому что ты человек, а это Бог. Бог создатель, а ты создание. Но вот этот функционал в мозгу добавился, когда он съел от дерева познания добра и зла. И люди начали говорить, это добро, а вот это зло. То есть, начали менять все местами. Но есть истинное добро. То изначально по установкам, то, что Бог установил как добро. И есть для того, чтобы 20-й отрывок. Ты шел по пути добрых, вот этих хороших людей, которые идут по пути Бога. И тогда архот садитим и шмор. Тропинки цадиков, те, кто идут искренне по путям Бога. Бог будет охранять. То есть, написано так, что Дерех, путь, это широкая дорога, по которой идет вот народ. Тропинка, архот, это тропиночки. Если ты в общем идешь по пути, то вим, хороших людей. То есть, ты в общем соблюдаешь, ты в общем делаешь, там, говоришь маэсраэль, одеваешь твелин, сделал обрезание, кушаешь кошерное, соблюдаешь шаббат. То есть, выполняешь основные, простые, базовые вещи, которые должен, например, еврей должен выполнять, это базовые, базовые настройки. Тогда и на всех тропинках тебя Бог будет охранять, чтобы, так как ты цадик, в общем-то. Все, значит, это была 20-я. И ради чего это? Ради чего? 21-й отрывок. Потому что прямые унаследуют, будут населять землю. Какую землю имеется в виду вечный мир, когда он будет, вот тот вечный мир, который называется земля, его будут населять только прямые, вот эти прямые, которые сумели пройти в этом мире. Этот мир это как компьютерная игра, и ты идешь, как он, тух-тух, там, тут проиграл, тут выиграл, выполнил заповедь, не выполнил заповедь. Но ты проходишь этот уровень, если ты набрал баллов к концу, значит, ты идешь в землю, да, идешь на следующий уровень, все. Если ты не набрал, не набрал, так вот прямые, те, кто прошли прямо, они унаследуют землю, населят землю у тмимим и ватруба. И тмимим наивные, они останутся в ней. Значит, что такое останутся в ней? Есть люди просто наивные, они, ну вот, например, у них не хватает мозгов, чтобы соблюдать заповеди. Есть такие, то есть они в Бога верят, они верующие, они, как бы, добрые, хорошие. Но вот именно они играть, знаешь, в компьютерные игры не все могут играть, то есть это сложная штука. Но они в игру компьютерную не играют, они заповеди так не научились соблюдать. Они там тоже останутся, то есть они тоже, вот, тмимим это, которые наивные такие, тмимим, простые такие, да. Но они там будут деревьями. Ну не они ей будут деревьями, конечно, они будут там, ну просто, ну как, есть люди богатые в этом мире, они пользуются какими-то эксклюзивными там услугами этого мира. У них есть, они работали, зарабатывали, заработали, сейчас они могут летать в бизнес-классах, кушать в каких-то дорогих ресторанах, жить в каких-то там супергостиницах и так далее. Но они поработали до этого, они, создатель Nike, который сейчас его, ну там, его как бы состояние 14 миллиардов долларов. Первые 6 лет, когда он основал компанию Nike, он не получал зарплату в этой компании вообще. То есть он работал еще помимо Nike, он работал на работе, он платил уже зарплату сотрудникам, но сам он не мог себя содержать. Он развивал все, что он зарабатывал, он вкладывал, он занимал деньги, он был в диких долгах. Он только с 7 года компании начал получать там зарплату, жил он в доме 120 метров, компания была уже огромная, он не мог себе позволить переехать, потому что у него были долги огромнейшие. И только потом, когда он вышел на IPO, значит он стал там, заработал 180 миллионов долларов, его доля превратилась. Но это было через 20 лет после создания компании. 20 лет он пахал как папа Карла, и он стал потом богатым человеком. Так вот, с грядущим миром то же самое. То есть те, которые здесь заработали, выполняли митсвод, они там будут на уровне, на уровне. А те, которые хотели получить этот мир, они здесь тратили большую часть своих сил и времени. Те там придут голыми, но они хотя бы придут. А те, которые выбрали себе чужую женщину, чужое мировоззрение. Все, до свидания, пусть им Карл Маркс. Карл Маркс, на его похороны пришло 11 человек. Он вообще, ну то есть вообще не... Жил никак, умер никак. Коммунизм беспонтовая, самая беспонтовая тема, дорогие друзья. Еще один посуд, может, дай. Не-не, все уже, по времени мы... Это последняя посудка в главе. Последняя посудка в главе. Хорошо. 22-й отрывок во второй главе, последний. Злодеи из земли этой будут выкорчеваны. Просто выкорчеваны. У богдим из хуми мену. И богдим это те, которые измените, которые изменили богу. Именно изменили. Такое слово используется. Отступники. Отступники, да. Они тоже будут из нее тоже выкорчеваны. Только другое слово. Из земли. То есть, что имеется в виду? Ну, бывает, что человек вначале, он был верующий. Ну, например, тот же Троцкий, те же все эти коммунисты, они все успели поучиться в Хеддере. И они оставили это мировоззрение, поменяв его на другое. Но то, что у них когда-то были вот эти корни пущены, веру в бога, получается, что человек какую-то часть жизни он верил в бога, а потом стал изменником. Так вот, если он умер изменником и не вернулся к богу до конца жизни, значит, то, что было вначале, будет выкорчевано. Если же он всегда, ну, есть возможность вернуться к богу, даже если человек изменился, здесь в Сотишлом Амеллах он пугает больше, для того, чтобы сказать, что, ну, очнитесь. И я так даже думаю, знаете что? Что те, которые измените, которые не с богом, они это даже не слушают. Они это, ну, то есть, они настолько, ну, как бы, когда человек, у него уже вот это ломилось в голове, он не слушает, он не готов слышать. Это для тех, кто слушает, для тех, кто все-таки с богом, я уверен, что все, кто слушает, они уже с богом. Чтобы мы были осторожны, чтобы мы были реально осторожны. Все, будьте осторожны, потому что злодеев не душатся. Все, всем удачи, успехов. Божественное благословение. Сейчас месяц Адар, чтобы была браха от слаха для всех, которые идут с богом, идут к богу. Самый лучший месяц Адар. Значит, мармим бы семха, увеличиваем в радости. И это месяц благословения. Начинаем новые дела, действуем. И все будет великолепно. Все, удачи, успехов.